И относится к слову «кхара», которое является подлежащим. Тогда «кхара» стоял на земле или встал на землю. Как можем интерпретировать? Спрыгнув с колесниц, которая была разбита. Это из-за контекста. И вот он был. Рабхагнадганба. То есть «анва» относится к «каре» изменение грамматического рода. Первый признак был «вы». Изменение грамматического рода правого элемента. И слева у нас «бхагна». Сломанное. Это значит «кара», такой «кара», лук которого был сломан. «кара», лук которого был сломан. Если мы так вот вне контекста, то чисто морфологически делаем морфологический, формально морфологический перевод. «бхагуврихи», прабхагнадганба. И как вы понимаете, мы не можем вне контекста вот этого «анне падах», «анне падахту прадхана», помните. «бхагуврихи», согласно Махавхаши, это такой композит, где прадхана, главным словом является внешнее композитство слова. В данном случае это «кара». «кара» таков, что он прабхагнадманба. Что бы он был сломан. Такой вот пока еще не совсем контекстно прилаженный или оточенный перевод. Это такой вот формальный, мы его делаем, морфологический перевод. Потому что мы должны…